Приветствую, леди джентльмены, меня зовут Слава Крис, я разработчик таких игр, как Фиармониум, Кэтмейс и Рефлекшн оф Майн, и сегодня у видоса немного необычный формат, потому что, потому что Фиармониум отмечает свой относительный юбилей, он вышел почти ровно два года назад, 20 мая 2021 года, и почему я решил снять это видео? Дело в том, что через 14 месяцев после выхода Рефлекшн оф Майн, свет увидел Кэтмейс, через 3 года после выхода Кэтмейс, свет увидел Фиармониум, сейчас с момента выхода Фиармониума прошло 2 года, и у меня нет никакой игры, которая находилась бы на финальной своей стадии разработки, и я решил порефлексировать о том, о чем я вообще эти 2 года занимался, если вы в первый раз на канале, вам это не интересно, то лучше посмотрите какие-то другие видосы, например, вот этот, он отличный, Вот, а сейчас я буду вспоминать, что ж я, что ж я все это время делал Во-первых, через 3 дня после выхода Фиармониума я загрузил на канал свое первое видео вот в таком вот формате, где я сижу и с вами разговариваю, выглядело оно ужасно, многие думают, что с этих пор я купил себе нормальную камеру, какой-то другой микрофон, но на самом деле нет, я использую все тот же фотоаппарат со все тем же объективом, записываю звук на все тот же микрофон, и даже ту же лампочку использую себе для обеспечения Ничего не поменялось, методика ржавого аиста, когда из любого говна и палок, которыми ты располагаешь, нужно собрать что-то, что-то, что будет выглядеть достойнее, чем вот получается, если использовать все это как по умолчанию, не расставив свет, не настроив фокус, и вообще не разобравшись, как эта техника работает Со временем я уже научился и свет выправлять, и как-то звук лучше чистить, и надеюсь картинка стала поприятнее Я знал, что мне придется вместе с полицией искать сбежавших от нас детей, я знал, что я буду сотрудничать, разговаривать с подростками наркоманами Первое видео я загрузил в первую очередь для того, чтобы просто выплеснуть те мысли, которые у меня крутились в голове после выпуска Фиармониум Оно называлось «Точно ли вы хотите стать разработчиком?», потому что я настолько тогда был уставший, что задумался о том, что у работы разработчика видеоигр есть достаточно много таких негативных сторон А, собственно, свою деятельность нужно выбирать не по плюшкам, которые деятельность дает, а непосредственно по ушату говна, который на тебя эта деятельность вываливает Сможешь ты его стерпеть или нет? И вот я о нем рассказывал, и с этих пор понеслась Только у меня появляется какая-то мысль, чтобы ее из головы как-то выкинуть, выплеснуть и перестать о ней думать Я занимаю на эту тему ролик «Отличная психотерапия для самого себя» Первое время после того, как я выпустил Фиармониум, я, разумеется, очень много времени проводил на стримах Я смотрел, как игроки играют, как они проходят игру, где залетал в чат, кое-где сидел молча и внимательно смотрел Потому что мысль, которая сквозится через все мои ролики, лучший отзыв об игре, это непосредственно просмотр того, как игрок играет Потому что это дает информацию о том, какой конкретно момент ему не понравился, где конкретно он играл не так, как задумывал разработчик Что конкретно нужно поменять в конкретных местах То есть это самая такая объективная критика И я сидел, смотрел 14-часовые стримы, где люди игрушку проходят И непосредственно вносил прямо на ходу кучу всяких маленьких изменений Например, это место, до того, как там появилась табличка с тем, что нужно делать, вызывало у игроков трудности Потому что я не такой уж хороший дизайнер Многие игроки воспринимали это место как тупик и шли в другом направлении Тем более, я им позволил идти в другом направлении Там есть такая вилка, и можно дойти до этого места с двух сторон А многие игроки в итоге делали там петлю Второе направленное место, такое самое яркое Это приобретание непосредственно зажигалки для того, чтобы сжигать сердечки Ее нужно вышибить вот из этого парнишки, который, собственно, находится в тупике, перекрытым сердечками И часть игроков доходила до этого парнишки Понимала, что тут дальше тупик, убивать его смысла нету Хотя это первое место, где появляется этот моб, так что монстр достаточно необычный И они уходили просто обратно наворачивать круги по карте и приобретать негативный опыт Потому, чтобы игроки точно понимали, что этого чувака нужно убить и получить необходимую для прохождения плюшку Я блокировал выход Таких моментов было очень много, можно про них долго рассказывать Я надеюсь, что игра сейчас стала лучше, чем в момент выпуска И как раз этому помогли долгие часы просмотров стримов с кофеечком и вкусняшкой Смотреть, как люди проходят одни и те же секции, которые у тебя уже вот здесь в печенках сидят Еще до того, как игра вышла В итоге первый патч на Фиармониум, такой относительно крупный Он вышел через 3 дня после выхода В один момент с записью видео, кстати, я загрузил патч и снял вот тот первый ролик И в целом выпуск Фиармониума был не настолько нервозный, как выпуск Кэтмейза Потому что у меня было чуть больше тестировщиков Чуть больше времени на тестирование я уделил И каких-то критичных багов особо в игре не нашлось Нашлось просто каких-то широковатостей Которые я допустил, потому что был недостаточно опытен в этом деле В следующем проекте, надеюсь, их не допущу Я очень многому чему научился на Фиармониуме Единственная такая серьезная шероховатость, которая сопутствовала выходу игры Заключалась в том, что саундтрек к Фиармониуму Он был залит через дистрибьюторы на площадке вроде Google Play, Apple Music Вот всей такой штуки И дистрибьютор в итоге начал блокировать монетизацию видосом по Фиармониуму Разумеется, многие блогеры прекратили съемку серии по Фиармониуму Потому что зачем им это делать, у них нет монетизации И многие на меня из-за этого обиделись Писали мне в личку, мол, какого черта В итоге выходом из ситуации было удаление саундтрека со всех площадок И последующая загрузка его уже через другого дистрибьютора Который вот эти вот страйки ограничения кидать не будет Потому что самостоятельно мы эти ограничения снять даже не можем Нам нужен конкретный ролик И чтобы автор этого ролика написал там куда-то в поддержку Чтобы ему это сняли, никто не будет, короче, с этим заморачиваться Игр много, они просто поиграют, блин, в другую игру И насчет музыки мы, кстати, даже проявляли попытку сделать вокальный трек для Фиармониума И вот он сейчас прозвучит Финальную версию он не пошел Он даже немного до конца не досведен Мы решили в итоге, что он все-таки игре не очень подходит На сведение не ругайтесь, оно не доделано Ну и скрома камни стресса На листву твоих депрессий Тую ветром вечных страха Чтоб огонь пылал с размахом В голову взорвусь Я в сознании твоем И там загорюсь В голову взорвусь Солнце в теле твоем В итоге весь остаток лета 21 года Я продолжал уделять Фиармониуму То есть я не ограничивался таким маленьким патчем Я начал уже делать более серьезные изменения Например, я поменял дистанцию атаки Изначально она была гораздо меньше И обратил внимание, что игрокам очень неудобно Они таранят мобов Я, видимо, слишком привык играть в игрушки Где дистанция атаки миниатюрная Мне было комфортно А вот игрокам не очень По этой причине дистанция атаки была увеличена Это сильно повлияло на баланс Мне пришлось его полностью пересматривать Потому что мобов, понятное дело, стало убивать проще И на этот патч с новыми анимациями С новым балансом У меня его создание заняло где-то около трех месяцев После этого я решил вернуться к Reflection of Mine Это было странное решение Сейчас не могу вспомнить, почему я решил это сделать Но, наверное, мне покоя не давало То, что версию Reflection of Mine, которая выходила на консоли Мы сопроводили кучей дополнительных языков Исправили там какие-то баги и шероховатости А эту версию для Steam'а я так и не адаптировал Так еще не обкатывал И в итоге, после того, как я уже доделал серьезную пачку К Фиармониуму я сделал пачку Reflection of Mine Которая вышла там еще черт знает когда В 2017-м, по-моему Просто люди мне платят за этот продукт И я считаю, что я обязан его поддерживать Как бы покуда мне хватает сил Не вижу ничего странного в том, чтобы сделать пачку игрушки Шестилетней давности Приятными событиями стало попадание в журнал Свет компьютера Венгерский журнальчик Дело в том, что я обожаю печатную прессу И было очень приятно там оказаться Со статейкой про Фиармониум Чуть позже там оказалась еще статейка По Кэт Мэйзу Уже не венгерском журнале А в журнале Фомицу Старейшему японскому изданию И вот это был прям праздник жизни Когда игра туда попала Но почему она туда попала Расскажу позже После того, как закончу рассказ Что осенью я погрузился В портирование Кэт Мэйза Наконец-то я освободился от Фиармониума Наконец-то дошли до этого руки Ко мне как раз свалилась куча новых языков Их нужно было прикрутить Проклиная немецкий Который не лезет, сука, ни в какие интерфейсы Проклиная японский Для которого приходилось рисовать Кучу недостающих символов Перерисовывая портреты персонажей На более подходящие Но они мне, кстати, до сих пор Не очень-то и нравятся Я бы с удовольствием перерисовал их еще раз Но я понимаю, что в этом уже смысла никакого нету А также исправив аж 300 300 мелких багов и шероховатостей Которые прислал мне мой издатель Той же осенью я дорисовал Свою последнюю красивую картинку мышкой Это, собственно, новые промо-изображения Для Кэтмейза И уже с головой решил нырнуть В разработку новой игры О которой я писал очень мало И сейчас будет такой эксклюзивчик Дело в том, что вот за все эти месяцы Я занимался преимущественно только кодом То есть вы поняли Там патчить фиармониум Выпускать обновление Крефекшн оф Майн Заниматься портированием Кэтмейза Все это супер утомительно В плане утомительно Не то, что кодить утомительно А утомительно заниматься одной и той же деятельностью Я устал от работы непосредственно с констрактом И решил то, что я сейчас прям погружусь в рисование И нужно придумать игру Которую я физически не могу сделать один Чтобы за программную часть отвечал кто-то другой Таким образом я придумал игру с названием Камалюжин Главная героиня Это девочка, попавшая в кому И выбирающаяся из комы на звуки музыки И фишка в том, что препятствия на уровне Они двигаются в ритм музыки То есть такой ритм платформер Который подразумевал наличие плавного управления То, что я вам сейчас показываю Это футажи, сделанные на констракте Здесь персонаж движется нарочито медленно Такого управления не планировалось Все планировалось прям гладенько, как в Целесте И когда я выбирал с кем посотрудничать Я понимал, что мне придется в первую очередь Взаимодействовать с человеком Потому мне, собственно, когда я выбираю себе партнеров Мне плевать, какие они специалисты Потому что во время работы Они могут стать специалистами лучше А вот если они, как люди, говно То они, как люди, говном и останутся Потому я работаю преимущественно с друзьями Один из них очень заинтересовался разработкой видеоигр Я ему дал пару заданий по комалюжину И он очень быстро понял То, что, в принципе, это как-то не его На какое-то время проект был заморожен Потом покодить решил товарищ Который, может быть, вам известен Под псевдонимом Manul 3D Он был тестировщиком у Фиармониума И также литературным редактором Сильно помог сделать эту игру еще лучше Мы работали в ритме того, что я что-то собираю на Констракте Ему показываю и говорю Мол, повтори на Unity И заставь все это двигаться еще под музыку Потому что в Констракте очень тяжеловастенько работать Вот именно с синхронизацией движений и какой-то музыки Там есть какие-то плагины Они не особо удобные Мне нужны MIDI-файлы всех этих треков Все это нужно переводить в текстовые документы И то там малейшая просадка FPS Все это летит вообще к черту Синхронизация нарушается Уровень уже движется абы как, а не под музыку Короче, тяжело И на Unity это гораздо проще И вот специально у меня была такая идея Чтобы у меня и в мыслях не было доделать эту игру на Констракте А вот работать с кем-то другим Потому что я себя убедил в том, что от кода я очень устал Я больше никогда не хочу этим заниматься В итоге мои задания для человека, начинающего работать на Unity Оказались очень сложными Допустим, для девчушки здесь нарисовано 208 из кадров анимации И всего здесь 53 анимации Они плавно переходят друг друга То есть здесь есть анимация перехода в прыжок из бега Перехода в прыжок из стойки смирно Перехода в прыжок там из приседа Их просто дофигища Прям с этим такую схему нарисовать Как это все должно работать очень сложно Оттого я не удивлен, что мы очень быстро Без всяких обидок решили Что пока что нужно отложить Камалюжин в сторону И поднабраться опыта Собственно, Manu 3D сейчас занимается своей собственной игрой Mid-Stay Steel она называется Выглядит очень многообещающего Вот жду, когда он ее доделает Когда подучится и мы с ним вместе вернемся Камалюжину Потому что я к ней даже промо-картиночку нарисовал Я не успел дорисовать только ключевой атрибут персонажа Непосредственно Капельницу Может быть когда-нибудь вернусь и дорисую Очень надеюсь, проект должен был быть интересным Что меня сильнее всего радовало То, что если он будет сделан на Юнити То мы сможем без всяких танцев с бубном Самостоятельно издать ее и под Switch Не только в Steam И может быть адаптировать даже под мобилочки С этим рынком я практически не знаком и готов познакомиться с ним только в том случае Если вот всей этой программной частью адаптации под миллион устройств под управлением Android Буду заниматься не я И я в это лезть не очень хочу И как назло, завалив себя работой по рисованию На меня свалилось еще больше работы по рисованию Непосредственно Фиармониум тогда проходил проверку у Sony И Sony это такие капризные мудачки Которые оскорбляются от всего подряд И они попросили несколько элементов в игре зацензурить Кто не играл, сейчас будет спойлер к финальному боссу Если вы хотите его пропустить То внизу будет там отметочка, когда он закончится Короче, финальный босс сильнее всего подвергся цензуре Потому что озабоченные ребята из Sony Не могут спокойно смотреть на красивых женщин Они обязательно думают о сексе, когда все это видят И потому нужно было все это прикрыть Здесь у нее в районе 150 кадров анимации И чтобы это прикрыть, мне пришлось нарисовать такой отдельный объект Такую пену, которая закрывает ей грудь И его нельзя было налепить просто сверху Потому что персонаж очень часто машет руками перед собой Разумеется, рука это как бы не отдельный объект Потому возился с этим очень долго И только на Sony будет вот такая лажа То есть в игре есть кусок кода Который перед загрузкой финального босса Определяет на какой консоли загружена игра И если вы играете на Sony То вы увидите такой вот спрайт И еще пару других спрайтов Которые в других местах там что-то где-то закрывают Что-то где-то прикрывают С Sony вообще был сумасшедший еще разговор Они просили поменять имя Леди Депрессии Потому что Депрессия может кого-то стриггерить Я сказал, что она очень важный персонаж И это поменяет смысл игры Если мы поменяем, короче, ей имя Давайте придумаем что-нибудь другое На что они меня спросили Мол, если у вас персонаж Депрессия Не представлен как негативный персонаж То тогда все окей Я говорю, отлично, мы играем за фобию И Депрессия нам помогает Они такие, тогда классно, все проходит Это был самый безумный разговор в моей жизни Господи, какой это бред Я не знаю Эта логика просто неописуемая Долбанные пуритани Когда была Sony японской конторой Было хорошо Когда она стала американской конторой Я Sony презираю всем сердцем Тем не менее, мне хотелось дальше развиваться Как художнику я очень много рисовал Что-то там учил по женской анатомии Много раз нарисовал свою жену Сделал из этого очень классные стикеры И просто каких-то картиночек Которые ни к чему не относятся Они просто мне казались симпатичниками Сейчас я уже на них смотрю Они мне не кажутся симпатичниками Можно было бы и лучше Для того, чтобы быть лучше Я решил наконец-то попытаться научиться рисовать на бумаге Потому что вот я вроде хорошо рисую мышкой Но при этом на бумаге я не могу изобразить ничего И я параллельно с тем, как висел В непонятном состоянии Камалюжин Взялся за разработку другой игры Которая непосредственно все скетчи были сделаны на бумаге Она планировалась как эдакая семейная игрушка для двоих И ключевая идея заключалась в том Что играть могут игроки абсолютно разного уровня Все это настраивается То есть, чтобы играть с человеком без игрового опыта Со своим ребенком Ребенком или девушкой-мужем Которые в игры никогда раньше не играли А типа вы хотите их приобщить к этой культуре В общем, была такая мысль Я хотел сделать это доброй семейной игрушкой И в итоге бросил эту идею опять же из-за Кэт Мейза Дело в том, что тогда Кэт Мейз получал рейтинги И когда я увидел, что Кэт Мейз получил рейтинг 16+, Я просто выпал Я начал выяснять, типа, какого хрена Я думал, что из-за, ну, допустим, Гориславы Потому что это было бы, ну, относительно последовательно Люди, которые ставят рейтинги, они прям такие пуритане Они не могут спокойно смотреть на женщин У них сразу отливает кровь от мозга выгнилые пиписки И они хотят все закрыть, все-все зацензурить Например, когда мы на Switch издавали игрушку Киберхайв Если европейцы нормально приняли вот эту картиночку То американцы попросили ее зацензурить Потому что, о боже мой, здесь видны женские бедра Наши гнилые пиписки напряглись Мы прям не можем думать ни о чем, кроме секса, когда на это смотрим Но нет, все оказалось еще, мать его, тупее Кэтмейзу влепили рейтинг 16 плюс за насилие И вот вырезки, которые я вам сейчас показываю Это не что-то вырванное из контекста У меня все насилие в игре выглядит таким вот образом У меня все мобы умирают по одному принципу Они становятся белыми и разлетаются на такие частички Вообще, каждый монстр так делает И вот за такое насилие я получил 16 плюс У Dark Souls'а третьего за насилие рейтинг тоже 16 плюс То есть для рейтингового агентства Насилие в Кэтмейзе и насилие в Dark Souls'е Это, сука, одно и то же В итоге я понял, что моя идея сделать семейную игру Идет нахер С этими мудаками я договориться не смогу ни в коем разе Они вообще жутко непоследовательные Рейтинг тебе влепляется просто абсолютно какой-то случайный Никак с этим взаимодействовать И как-то с этим бороться и постраиваться У меня нет ни малейшего желания Вообще, тогда появилось желание уйти в адульт игры Делать игры, которые можно выпустить там только на Нутаку и в Steam И прям полностью там отрываться Вот прям такой у меня начался бунтарский период И, понятное дело, семейный проект просто ушел в корзину Дровишек в огонь подкинуло то, что рейтинговая комиссия На почве всего этого почему-то решила пересмотреть рейтинги Reflection of Mine У которого раньше был рейтинг 12 плюс Но в итоге они увидели то, что я использую термин аметалл натрия Я им называл сыворотку правды И они сочли, что это наркотики Что это пропаганда наркотиков Как итог, со свеча игра вылетела вообще к чертям собачьим А на Соньку она спряталась в игре 18 плюс То есть там с покупками теперь все тоже очень плохо И следующим моим проектом была не озвученная нигде идея Про создание Метры Двани в такой атмосфере 20-30-х годов Я выложил пару анимаций Выложил один макап И снова пришлось задвинуть этот проект в корзину Потому что на меня рухнуло необычайное предложение Мой канал наконец-то сработал И мне предложили написать книгу Я всегда этого хотел Я много где говорил, что ради этого я завел канал Потому что издатели выбирают людей не по материалу Они выбирают людей, которые им интересны И чтобы стать интересным издателю Нужно стать интересным как бы как личность На это и работал канал Я с удовольствием это предложение принял И в последующее время я достаточно долго Где-то 2,5-3 месяца Я работал над книжкой Которую вы все прекрасно знаете Сделай видеоигру один и не свихнись Она вышла примерно через полгода После того, как я дописал и нарисовал обложку Потому что там есть работа литературного редактора Работа корректоров И плюс долго все это печатается В общем, это процесс не быстрый Быстрее книгу написать Чем, собственно, ее обработать и издать К моменту, когда я освободился непосредственно от книги Начался вот этот бум нейросетей Это был уже август 2022 года Разумеется, новый инструмент Его любопытно было потрогать Тем более, началась вот эта истерия О том, что все, художники больше не нужны Нейросети всех заменят Что-то прошел год, нейросети никого не заменили На джеме 106 игр судил Только 3 из них использовали нейросети И то в перемешку со своей графикой Ну вот просто отлично До сих пор крупного какого-то проекта Сделано на нейросетях не вышло Хотя прошел уже год Это цикл разработки Как бы достаточно большой игры В итоге я начал разрабатывать игру Которую вы все, надеюсь, видели и знаете Как Меха Хардс Разумеется, нейросети Они еще не умеют в анимацию Потому мне показалась хорошей идеей Сделать как визуальную новеллу Тем более, это жанр За который я бы не взялся Если бы мне пришлось рисовать все самостоятельно Потому что мне скучно рисовать Как бы много статики Мне нравится еще при этом анимировать И эффектики какие-то кидать Идея была в том, чтобы использовать нейросети Для рисования И создать такую стимпанк вселенную Где механические куклы Перемешанные непосредственно с людьми Фиг кого друг от друга отличишь А ключевые механики Были в такой нелинейной прозрачности Как ее называют То есть у диалогов достаточно много развилок Но есть такая карта воспоминаний По которой можно перемещаться И игрок видит в какой момент У него были какие-то развилки А все ключевые решения Прям супер важные Принимает на самом деле не игрок А принимает неиграбельные персонажи В зависимости от того Как игрок с ними общался У каждого неиграбельного персонажа Есть такая вот полосочка Типа отношения к главному герою В зависимости от того Насколько эта полосочка у него заполнится Он себя поведет тем или иным образом Такие вот были ключевые идеи Ну и плюс разбавить все это Выбором реплики Каждые там 5-6 фраз Просто чтобы игра не превратилась В нажимание бездумное пробело И просмотр картиночек Что мне не понравилось Работать с нейросетью Да, она выдает картинки быстро Но это все равно что Работает с художником Который сидит на героине То, что вы видите Вот эти вот изображения красивые Которые сделаны нейросетями Они могут быть красивыми Но это на самом деле Не всегда то, чего хотел художник Можно зайти на то же самое Миджорни Открыть какую-нибудь красивую картиночку И посмотреть промпт Непосредственно запрос По которому она составлена Вот здесь красивый портрет Но при этом промпт Он просил нейросетку Нарисовать женщину Во весь рост С другим цветом волос И вообще здесь куча деталей Которые нейросеть просто проигнорировала А того выбирать из массива Картинок, которые мне выдала нейросетка Что-либо было очень скучно И сложно Многое я перерисовывал самостоятельно А так как я выбрал визуальный стиль Который вообще мне не соответствует Делать это было трудно Там править глаза, уши Руки она тогда вообще не умела рисовать Да она и сейчас не умеет То, что вы видите также в интернетах Это прям редкие исключения Которые выдает MidJourney Умудрившись нарисовать Меньше шести пальцев на руке На какое-то время и этот проект пришлось отложить Потому что состоялся наконец-то выпуск Кэтмейза на Нинтендо Это было 9 сентября 22 года И буквально на следующий же день Мы обнаружили критический баг Который пропустил и я И все тестировщики Как так получилось Я до сих пор не понимаю В итоге нам пришлось судорожно делать патч А каждый патч Нинтендо проверяет И первые полторы недели продаж Кэтмейз висела в магазине С очень раздражающими багами Которые всплыли непонятно откуда Как итог Это очень негативно сказалось на продажах И в целом я-то и не очень доволен Как игра зашла на консолях Зато я доволен тем, что я попал на официальный канал Сони Я надеялся попасть на официальный канал Нинтендо Потому что им такой формат как бы больше подходит Но почему-то меня решили загрузить на официальный канал Сони Но при этом продажи на Сони все равно оказались самыми худшими из всех консолей Лучше всего показывает себе Нинтендо На втором месте как ни странно Иксбокс На третьем месте Сони Ну и на первом месте все еще остается Стим На ПК Кэтмейз продается пока что лучше всего Даже до сих пор Несмотря на тот разрыв в несколько лет Который прошел между выпуском игры на консоли И выпуском игры непосредственно в Стим Одновременно с этим на меня рухнули переводы фиармониума И куча правок по фиармониуму Собственно тогда я уже перепилил баланс уже в третий раз Изменил то, как там падает валюта Убрал 10-минутных боссов Которых, ну игроки забивают за 10 минут Я не знаю почему так долго В итоге теперь они все равно забиваются Как бы гораздо быстрее Перепилил опять баланс Прикрутил все переводы Благо я уже подготовился и переводы было прикручивать проще Хотя японский все равно мне снес мозг И при попытке вернуться к Меха Карца на недельку Внезапно мне говорят о том, что открылся предзаказ на мою книгу А от предзаказа зависит тираж Предзаказ это супер важно Потому я начал заниматься маркетингом книг Как им заниматься я понятия не имел Я работал по принципу, как я продавал игры Тем более моя целевая аудитория это собственно разработчики Надеюсь я хорошенько так прошелся Вообще по рекламе ВКонтакте Вроде вышло хорошо Потому что предпродажи были высокими Тираж мне увеличили Обычно первый начальный тираж неизвестного автора Это 2000 экземпляров Мне его удвоили У меня было 4000 экземпляров И вот-вот грядет допечатка тиража Потому что все, что напечатано было Оно теперь уже почти продано И меня это очень радует Спасибо всем, кто покупает мою книгу Надеюсь она оказывается вам полезной В январе 23-го случилось событие Которого я ждал очень долго Кэт Мэйс вышел на физике Я обожаю физические издания видеоигр И блин будет круто на полке видеть свою игрушку И косяк, который я при этом допустил Распространением физических копий Занимается студия, которая находится во Франции А все мы чудесно знаем Что сейчас оплатить что-то за границей Ну многим достаточно проблематично Потому я решил сделать ход конем И собрал такой список заказов Что мол, вот я закажу сейчас себе кучу копий И ребят, вам типа всем разошлю Ну разумеется, типа как бы за денежку Чтобы хотя бы выйти в ноль Потому что мне интереснее не денег на этом заработать А интереснее, чтобы у большего количества коллекционеров Моя игра на полочке лежала Это же блин прикольно В итоге желающих оказалось так много Что когда я начал все это подсчитывать Я понял, что провести такую посылку Как посылку для себя Ну это просто невозможно Это чисто коммерческая посылка Там, блин, 50 копий одной и той же игры Я попадаю на налог в 30% Плюс еще резко выросло евро С 70 до 90 А люди-то мне будут платить в рублях Потому ценник дешевле 6 тысяч Я обеспечить со всеми этими доставками Пересылками и обменом Ну просто физически не могу В итоге я не знаю, как доставлять игры Вот сейчас пока что есть предзаказы 9 июня они закончатся Я попробую себе позаказывать игру Маленькими партиями Посмотрим, что из этого получится Не будет ли ругаться на меня тамошка Потому надежду распространить игру в России Я все еще не теряю Но черт возьми 30% налогов Это очень много В тот же период я купил себе наконец-то планшет И я очень много на нем рисовал И чувствовал себя просто отвратительно Потому что я сделал прям очень большой скачок назад Я относительно нормально умею рисовать мышкой И какие-то вещи, которые у меня мышкой получались вмиг На планшете мне давали с огромным трудом Я большую часть рисунков даже никуда не выкладывал Они ужасные Но вы посмотрите на это И это выглядит отвратительно Я сидел над этой картинкой очень долго Просто пыхчай, страдая И царапая этот экранник своим пером Который я даже толком не умел держать В итоге спустя месяц рисования всякой ерунды Я наконец-то выдал с планшета картинку Которой я горжусь Эта картинка вот по фиармониуму Очень надеюсь, что ее примут на обложку физического издания Для фиармониума Которую я тоже, может быть, когда-нибудь замучу После этого для такой разминочки Я принял заказ на несколько рисунков Для компании Anvio Которая занимается вот этими VR такими аттракционами Они попросили нарисовать мне несколько картинок Для их линейки мерча Собственно, что я сделал? Картинки перед вами Когда я их загружаю Меня спрашивают, почему они не использовали нейросети Да потому что нейросеть вам выдаст картинку в JPEG И при этом в недостаточном качестве для печати Это будет нормальное качество для того, чтобы увидеть это На экране телефона или компьютера Но для печати нужно там, блин, 600 DPI И вообще все должно быть прям очень четко А так как я рисую в Adobe Animate Это, по сути, вектор Картинки растягивать, увеличивать, перетягивать Можно вообще как угодно Еще, когда я загружал эти картинки Я наткнулся на странную реакцию Которую я наблюдал потом и в других группах И других художников Просто я обычно комментарии не читаю Я тут зашел, почитал и увидел, что так у всех Если человек загружает какую-то картинку То ему вполне могут задать вопрос А не нейросеть ли это рисовала? Особенно, если они видят там косяк Потому что если ты накосячил с руками Что, ну, как бы вполне оправданно Руки рисовать, ну, типа, сложно То все, ты нейросеть Потому что только нейросеть косячит с руками В итоге теперь ошибаться имеет право только нейросетка Если художник ошибется и что-то нарисует там несимметрично Или недостаточно осознанно Или, не дай бог, сделает что-то с руками То все, его заклеймят нейросеткой Собственно, более слабонервных художников Это, наверное, заставит не учиться нормально рисовать А уйти на завод Я это все почитал Почитал репу И мне это кажется какой-то просто немыслимой глупостью И есть много причин их не использовать Во-первых, рисовать просто приятно Во-первых, рисование делает меня лучшим специалистом Во-вторых, я с большей вероятностью получу то, что я хочу В-третьих, мне просто прикольно будет видеть эти рисунки Там на чьих-нибудь футболках, кружках, значочках, наклейках Потому что, черт возьми, это здорово Когда человек ходит в одежде На которой картинка, которую ты нарисовал И к своим рисункам гораздо проще вносить правки Чем к рисункам нейросетей После этого я вернулся к издательству И мы выпустили Choice of Life вторую часть Это оригинальная карточная игра Она с кучей концовок и путей развития И сейчас я собираюсь выпускать Covox Pitch Это стильная ритм-игра в типичных российских локациях про бейсбол Предыдущий проект автора Lo-Fi Пинг-Понг зашел очень хорошо У меня есть надежды на Covox Pitch И после этого мне предложили написать вторую книгу Теперь вот вы понимаете, почему к Mecha Hearts мне вернуться так, сука, сложно А вторая книга, она будет выходить тоже под АСТ Тоже с нарисованной мной обложечкой И только, наконец-то, мне дали больше пространства Она будет гораздо толще И она будет посвящена примерно тому же самому Это будет разработка видеоигр в перемешку с психологией Только в контекст взятой ошибки разработчиков То есть я достаточно много параллельно с этим еще и консультировал разные команды Наблюдал, как люди наступают на одни и те же грабли Собственно, все это собрал как бы в одну книжечку И по собственному опыту рассказал, где, как и чаще всего люди ошибаются Как они пропивают инвестиции Как они не получают инвестиции Как они и почему затягивают сроки И все это в перемешку с психологией То есть какие когнитивные ошибки вообще заставляют нас вести себя как стадо баранов И настолько лажать и не выпускать игры, которые могли бы стать хорошими Вообще, касательно консультаций Одно время я даже работал куратором, как бы там через стороннюю организацию Но очень быстро послал все это к черту Собственно, свободное плавание мне как-то ближе И продолжаю давать консультации непосредственно в индивидуальном порядке Как бы без всяких посредников Последним приключением этого года стало, пожалуй, участие в игровом джеме от Skillbox Где я выступал в роли жюри и поиграл в 106 игр А, в принципе, такое приключение, как выступление с докладами и лекциями Было растянуто на весь промежуток Где только я не выступал Кучу раз был в музее советских рывов автоматов Был в ИТМО Был в политехе Засветился на видосах у Луцая Дважды снимали видео с Гришаковым Ходил на White Nights Был на ВК-фесте Выиграл там кучу всякой штуковины Даже участвовал в подкасте про психологию Общался с ребятами из VX Lab И на предыдущих выходных была, когда ночь музея в Петербурге Я шумудрился выступить за ночь два раза Все это было очень здорово и очень интересно Но сейчас я стараюсь встряхнуть с себя такие всякие сторонние проекты И, наконец-то, погрузиться в разработку игры, от которой меня все время что-то отвлекает Я, наконец-то, доделал к ней промо-изображение Вот оно Собственное название игрушки Feverside Это будет метроидвания с элементами переключенческих игр То есть карту я хочу сделать более линейной Добавить больше каких-то квестов Возможно, нелинейных Потому что на кой черт иначе я писал систему для меха-карс С этим с выбором ответов И добавить туда массу головоломок А меха-карс отправляется в заморозку И одну из причин я уже назвал Это то, что мне неудобно и не нравится работать с нейросетями Я хочу все это бросить Многие мне говорят, что, типа, попробуй стейбл диффьюжн, он классный Чтобы попробовать стейбл диффьюжн, мне нужно купить другую видеокартку Так как стейбл диффьюжн на радионах не работает А я не хочу тратить деньги и развиваться как нейро-артист Или там промт-артист Какие красивые названия им там придумывают Я хочу развиваться совсем в другой сфере Не хочется заниматься нейросетями Потому что тут развиваются нейросети, а не я Промт-артист это херня, а не профессия И вторая причина заключается в том, что, да, здесь я занимаюсь в первую очередь искусством, а не бизнесом Я не пытаюсь делать популярных проектов Но при этом делать проекты, которые никому не интересны Мне тоже не особо выгодно, потому что мне нужно что-то кушать И вот ситуация У меня есть три проекта на выбор И я знаю, что два из них хорошо продадутся И третий не продастся никак Горю я одинаково ко всем этим проектам И, собственно, что мне здесь выбрать Я во всех трех случаях буду заниматься тем, чем я хочу заниматься Только в двух из них я заработаю еще при этом на разработку последующих игр Так вот, к чему я это? Мехахард за полгода в стиме собрал 450 вишей Это просто сокрушительно херовый результат И людям не очень интересны визуальные новеллы За редким исключением новелл, которые умудрились выстрелить Это очень такая плотненькая ниша Особенно, когда появились нейросетки Плюс людям не очень уже интересны нейросетки Все-таки такое художество, оно осуждается Самая смешная критика в мой адрес была в том, что Вот так как я начал делать игру с нейросетями Я отнял работу у какого-то другого художника Да дело в том, что если бы я делал визуальную новеллу Я бы все равно не отнимал бы ни у кого работу Я бы сделал ее один То есть художники бы все равно голодали Они мне не нужны Никому бы я все равно денег не платил Будь это я, будь это нейросеть Никакой третья сторона здесь не задействована На самом деле мне хочется доделать когда-нибудь Меха Хардс Но сейчас я понимаю, что в разработке Фиверсайд Я застряну на 2-3 года И чтобы не помереть с голода Мне нужно будет доделать сначала Игрушку, которая Принесет мне чуточку больше Внимания и чуточку больше денег Чем непосредственно Меха Хардс Притом я точно так же горю и Фиверсайдом, то есть это не такой нечистый коммерческий проект Там будет обязательно куча спорных и оригинальных решений Которые не понравятся никому, кроме меня Но мне прикольно так работает Надеюсь, получится не хуже Фиармониума Какие-то новости по ней я буду выкладывать регулярно в паблике ВКонтакте А на Ютубе, скорее всего, в первую очередь появится трейлер И его нужно сделать Пройдет какое-то время Что еще интересно, мало того, что мы отмечаем здесь Я отмечаю здесь день рождения Фиармониума Ему два годика Так еще каналу в его первозданном виде тоже получается два годика Вот 23 мая был первый видос такой залит И более того, это 100-е видео на этом канале Вот такой вот юбилейчик Подписчиков у меня всего 4 тысячи И с одной стороны, когда я смотрю на эту цифру Мне становится грустно А с другой стороны, я задаю себе вопрос Чувак, а сделал ли ты все, чтобы подписчиков было больше? И я такой, нет И у меня внутри голос так Че ты хочешь? Че ты расстраиваешься? Потому что я действительно не сделал достаточно, чтобы раскрутить этот канал Я не то, чтобы прям не заинтересован его раскрутке Но у меня просто не хватает ресурсов, чтобы еще куда-то что-то вкладывать И как-то развивать это все дело более активно Я очень благодарен постоянным подписчикам, которые у меня есть Которых я вижу в комментарии Вот для вас, ребята, пока это и делаю Собственно, лайки и подписки все равно никогда не лишние Если кто-то увидит, он лишним не будет Пускай посмотрит, может, подпишется Ну, а на этом я, пожалуй, закончу Спасибо, что досмотрели этот странный ролик Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok